Здравствуйте всем! Сегодня я продолжаю рассказывать о финике из косточки. У меня было посажено 4 косточки. Из них выросло вот такие три росточка. Четвертый он тоже давал корешки, но, к сожалению, я по своей неаккуратности и нетерпимости начала дергать и, в общем-то, испортила эту косточку. Три росточка. У меня они были посажены в отдельные маленькие горшки. Когда они выросли и дали вот один такой росточек, я их решила посадить все в один. Сделала, конечно, неправильно. Нужно было дать возможность им там прорасти и расти дальше. И потом, как я и хотела изначально, просто пересадить методом перевалки их в горшок большего размера. Но, если честно, я думала, что у меня ничего не получится и росточки дальше просто не будут расти. Даже хотела выбросить, но мне стало их жалко. Я просто решила посадить их в один, так как корневая система у финика достаточно мощная. И она идет вглубь. То есть горшок нужен им именно высокий. Я посадила вот в такой горшок три росточка. И решила смотреть, что с ними будет дальше. Будут ли они расти дальше. К моему удивлению, финик стал давать вторые росточки. Вот два, во всяком случае, начали расти. Третий вот еще пока нет. И я решила, что хотя бы один нужно посадить отдельно. Вот такой горшок для него подобрала. Очень глубокий. С тем, чтобы посадить и не трогать его, ну, года два, наверное, точно. Потому что, вообще, пальмы очень тяжело переносят пересадки. И сегодняшняя процедура, по сути говоря, пикировки, можно так сказать, достаточно опасна будет. Если поломать корень, то финик перестанет расти. Поэтому делать это нужно очень аккуратно. И вот сегодня я буду это делать. Итак, значит, мы приступаем в горшок, который я буду садить, значит, один от росточек. Хороший слой я положила дренажный. И грунт я беру специальный для пальм. Далее, из трех росточков я выбираю, на мой взгляд, наиболее подходящий. Но вот из трех мне больше всего нравится вот этот. Он как-то самый прямой такой. Внешний вид у него очень хороший, здоровый. Мне очень жалко, конечно, если он испортится. По моей неаккуратности. Но, если я хочу, чтобы он, в общем-то, вырос у меня, я просто должна его сейчас отсадить. Нужно делать это очень аккуратно. Еще раз повторяю. Так как за то время, пока они сидят вот в этом уже большом горшке, корневая система разрослась у них уже очень хорошо. Еще раз повторюсь, очень мощная корневая система у финика. И очень страшно ее повредить. Вот даже пытаюсь сдвинуть, росток не двигается. Настолько уже врослись корни глубоко. Кстати сказать, он до сих пор еще вот с косточкой сидит. Хотя, конечно, косточка, она его уже не питает. В общем-то, мое видео и мой опыт я хочу передать вам. Вот так вот делать не надо. Вообще, косточки пальм, какие бы то ни было пальмы, сажать нужно отдельно в отдельные горшки. Для того, чтобы потом их было легче пикировать. Это важно, если вы хотите получить нормальную, здоровую пальму. Вот я... Мелкие корешочки, конечно, они вот ломаются. Я это вижу. Вот один самый главный большой корень. Я не могу его никак оттуда вытащить просто. Мне очень страшно его дергать. Вот, 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 вот я слышу хруст керамзита. Вот он. Я, конечно, поломала достаточно много мелких корешочков. Но самое главное, вот, не сломать этот большой. Вот это очень важно. При своем первом опыте как раз так получилось, что при пикировке я сломала вот этот главный корень. И просто росток дальше не рос. А вот, кстати, собственно говоря, и семечка. В общем-то, я уже вижу, что она его не питает, потому что она уже вот, вот уже тут, цвет такой имеет уже не белый. Уже видно, что она, в общем-то, никакого положительных никаких качеств не несет уже. Я не буду отрывать ее, пусть ничего страшного не случится. Пусть так. Самое обидное будет, если я и этому растению навредила, и вот этим двум, которые рядышком. Это будет самое обидное. Ну, вот так это все выглядит. Конечно, кажется, что горшок очень большой для такого маленького росточка. Но лучше лишний раз просто не трогать финик. Пусть он сидит, он вырастет, и все будет нормально с ним. И на этом все. Про финик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok